В этом году на ярмарку «Петровский торжок» пришли не только оскольчани, но и приехали гости из разных районов региона. В Староскольском центре народных промыслов приготовили семичасовую развлекательную программу. На праздник заглянула и наша съемочная группа. «Петровский торжок» начался с заводных песен и танцев. На улице шатры с глиняными игрушками, свистульками, кувшинами да текстильным рукоделием. В беседках – мастер-классы, а в самом здании Центра народных промыслов – экскурсии по выставкам. Глины, соответственно, изготавливают и свистульки, и различные декоративные статуи, вазочки. Это образцы у нас орловской керамики. Раиса Стрибкова признается – ухваты, чугунки, ткацкий станок – все это она видела в детстве. И все родное. Мы приехали из Белгорода к вам в гости в Старый Оскол. Мне очень понравился город, такой большой, красивый, промышленный. А сегодня в музее находимся народного творчества. Вообще, мне поразило очень много умельцев. Конечно, старины – это очень интересно, очень. И такие экспонаты такие старинные. Просто даже не верится, что они сохранились. И вот когда я вот это все увидела, на меня нахлынули воспоминания, как я в детстве все это в руках держала. Лариса Куриленко успела и на выставке побывать, и потанцевать. Сегодня утром не успела на свой стадион, поэтому решила здесь немножко размяться танцами. Мы приехали из Дубового по губернаторскому проекту к соседям гостям. Пенсионеры мне 61 год. Конечно, интересно, зажигательно. Понравился музей, организация. Ну, в общем, все на высшем уровне. За высший уровень отвечает директор Центра народных промыслов Инна Белых. Петровский торжок. Праздник у нас, хотя и относительно новый, но корни у него глубокие. Петров день никто не отменял. Сегодня праздник Петра и Павла. Это день окончания Петровского поста. И по традиции обычно в эти дни устраивали ярмарки. Вот мы бы хотели тоже возродить некоторые традиции. Немножко на свой лад. Хотелось бы, конечно, чтобы больше народ нас посещало. Потому что мастера с огромным удовольствием показывают, открывают свои секреты, показывают свое творчество. Им это тоже нужно. Вот такое взаимодействие должно быть между зрителями и мастерами. Погода 12 июля была совсем не летней. Гостей согревали горячим чаем с блинами, задушевными беседами и народным творчеством. Ну а жару поддавали артисты сельских ДК. Шумит веселье, там иду, а ноги сами прясы идут.